Здравствуйте! Вы смотрите Прямой Разговор. Каждый год 19 февраля в России отмечается День Орнитолога. Это профессиональный праздник биологов, которые специализируются на изучении птиц. А праздник – повод встретиться с тем, кто с наукой орнитологии на «ты». Сегодня мой гость – старший научный сотрудник Превокско-террасного заповедника Илья Мурашов. Илья, здравствуйте! Здравствуйте! Илья, я вот лично орнитологов причисляю к той категории людей, которые обладают магическими знаниями. Ну, потому что с первой ноты узнавать, какая птица поет, или там в гуще лесной, там, я не знаю, по окрасу сразу издалека определять, что это за птица. Вы мне скажите, это дар или этому все-таки можно научиться? Нет, это ни в коем случае не дар, это на самом деле просто навык. Вырабатывается этот навык из-за того, что у человека есть большая мотивация изучать птиц, ну или просто желание их наблюдать, а без знания, что это за птица, собственно, перед тобой, ну, невозможно дальше их изучать. Поэтому, прежде всего, нужно уметь их определять. Вот это базовый навык любого орнитолога. И каждый человек, в принципе, потенциально может этому научиться. У вас когда возникло это желание изучать птиц? Это школьные годы? Конкретно птиц, да, но вот живое в целом меня всегда привлекало, то есть, насколько я себя помню, два года, может быть, три года, я всегда стремился к изучению чего-то там, букашек, лягушечек, динозавров и так далее. Ну и потом где-то в младшие школьные годы меня начали привлекать именно птички в большей степени. Но и сейчас я не потерял интерес вообще в целом к живым системам, к животным, растениям и так далее. Вы можете спокойно гулять по скверу, по парку, не прислушиваться к пению птиц, к шороху листвы? Нет. Нет? Нет, я постоянно на работе. То есть, есть профессиональная деформация, да? Абсолютная, потому что я всегда, то есть, в принципе, я даже очки стал носить, у меня, в общем, зрение не самое плохое, можно без очков ходить, но я очки ношу, потому что я не могу. Если я вижу силуэт птички, пролетевшие, я не смогу ее определить, то как-то неловко. А такое возможно, что пролетело и не определило? Мне кажется, невозможно. Конечно, бывает, конечно, бывает. Не, ну, если там всякие бывают обстоятельства. Даже опытные орнитологи не всегда могут определить птичку с достоверностью. Так кто в наших парках живет? Слушайте, ну, это надолго. Но сколько видов птиц, скажем так? Это мой самый нелюбимый вопрос, сколько. Потому что, на самом деле, число постоянно меняется, и какие-то виды приходят, какие-то улетают. Ну, скажем, для серпухов можно обозначить число в районе 50-60 видов птиц, регулярно встречающихся. А в заповеднике более 200 или около 200 видов? Да, значит, смотрите, заповедник у нас делится на ядро, собственно, да, буферную зону охранную и зону сотрудничества. Вот более 200 видов это для всего, для всей территории биосферного резервата. Для биосферного резервата. А в самом ядре несколько меньше, то есть порядка 160 видов встречается. Так, как вы ведете подсчет? Прямо увидели, зафиксировали, записали? Как это происходит, да? Примерно так, да. То есть подсчет видов, он идет в течение всего года. Да, то есть мы просто фиксируем все наблюдения, особенно интересуют редкие виды, новые виды, новые не в смысле появления в эволюции, да, а в смысле появления на нашей территории. Такие, это, такие случаи довольно регулярно. То есть это такие залетные птицы, да? Не обязательно залетные, потому что некоторые виды просто начинают расширять ареал, либо в северном направлении, либо, наоборот, в южном направлении. Кто появился у нас? В последние годы начала активно заселять заповедник, например, Длинохвостая Аниясоть. У нас обычно было все время в течение всего существования заповедника Серая Аниясоть, и последние примерно порядка 12, может быть, 15 лет начала появляться Длинохвостая Аниясоть. Это более северный вид, более крупный вид, и на данный момент, в общем, встречи с ней стали обычные, и по числу она, наверное, примерно. Сравнялась с Серой Аниясотью. А с чем это связано? То есть она нашла уютное местечко, там место пропитания новое. Вот почему? Вот с чем интересна наука орнитологии, она пытается как раз выяснить причины, почему какие-то птички появляются, почему какие-то исчезают. Сложно связать с конкретными какими-то вещами. То есть можно делать предположения пока. По всей видимости, старение лесов вызывает увеличение удобных для гнездования мест, именно для Уральской или Длинохвостой Аниясости. И поэтому она находит подходящие места в большем количестве и постепенно расширяет свой ареал. И не только она в заповеднике появилась, она в целом, ареал этого вида, ареал это место, так сказать, не место, а распространение этого вида, он сдвигается сильно к югу. То есть она появляется уже и в Тульской области, и в Калужской области, и даже доходит до Воронежской, Липецкой областей. И это тенденция последних буквально 10-15 лет. Ну и то, что климат меняется, тоже влияет на расселение птиц? Климат меняется, да, безусловно. Да, безусловно, это тоже влияет на расселение птиц. И здесь идет комплекс каких-то факторов, которые влияют на расселение птиц. То есть это и климатические факторы, и экосистемные факторы, то есть изменения внутри экосистем не связаны, не обязательно связаны с климатическими изменениями. А также с общей численностью для каждых отдельных видов, потому что численность видов может сильно колебаться тоже от времени. Ну вот самые редкие виды птиц, которые обитают в заповеднике? Самые редкие, ну вот такой знаковый, яркий, наверное, назову это черный аист, который тоже последние примерно 7-8 лет начал появляться у нас на территории заповедника. А где конкретно, вот в какой части заповедника? По всей территории Серпуховского района, то есть это крупная птица, а крупная птица имеет крупную территорию. И по всей видимости гнезится она либо в ядре заповедника, либо в ближайших окрестностях, но летает на кормежку в долину Аки, в долину Нары, вплоть до Протвы, с книги. И простор нужен этой птице. Да, 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 то есть порядка, радиус, ну порядка 20-15 километров, вот так вот. То есть это крупные птицы, они требуют больших территорий для кормодобывания, скажем так. Но вообще я прочитала у вас на сайте, что из вот этих 200 видов птиц, всего гнездящихся постоянно в заповеднике, это 96. Я правильно понимаю, то есть эти птицы заводят потомство именно в заповеднике, живут, никуда не улетают? Да, открою вам маленькую тайну, на самом деле гнездящихся птиц больше, порядка, наверное, ну так прикинем, от 120, наверное, до 140 видов. Нравится им эта территория. Гнездятся, да, но достоверно гнездятся, то есть случай подтверждения необходим, да, чтобы мы точно могли сказать, что эта птица гнездится. Это находка гнезда, либо находка нелетных птенцов. Другие все наблюдения, да, скажем там, пение, какие-то брачные таковые полеты, это косвенные признаки, по которым мы не можем точно сказать, что гнездится она или нет. Потому что птички двигаются, и что это был, одиночный самец, который таковал и не нашел себе пару, или что-то еще. Или просто птица пела во время пролета, и в течение гнездового периода она, скажем, куда-нибудь переместилась и не гнездилась в заповеднике. Поэтому вот, ну да, 90 там с копеечками видов, это точно мы знаем, что они гнездятся, мы находили их гнезда, находили птенцов и так далее. Вот, а еще порядка там 50 видов мы еще не подтвердили гнездование. Сколько времени вы проводите в лесу? В поисках гнезд, птиц? Все очень по-разному бывает, и в теплое время года много времени приходится проводить, а в зимнее время можно впасть немножко в спячку. Нет, но зато зимой удобнее, нет листвы, можно наблюдать. Вот как позавчера я вам до эфира рассказывала, я видела дятла. Да, чем меня очень порадовали. Редкий вид дятла был отмечен, трехпалый. Да, зимой проще наблюдать за птицами. Во-первых, птицы ближе к человеку находятся, потому что у человека, как это неудивительно, он несет не только угрозу для птиц, но и несет огромное количество ресурсов. Начиная от ресурсов, которые позволяют птицам где-то прятаться, гнездиться, то есть какие-то убежища, просто изменение ландшафтов, нами в том числе, это для некоторых видов гораздо лучше, чем жить просто в лесу. Лучше жить рядом с человеком. И, конечно, очень большой фактор – это количество корма, которое мы предоставляем птицам. То есть это не только зимняя подкормка, но и просто наша жизнедеятельность, которая производит какое-то количество пищевых отходов, которые для птичек интересны. То есть все-таки зимой нужно подкармливать птиц, и даже в заповеднике вы это делаете? Да, значит, смотрите, птиц не строго нужно, но можно, и в некоторых случаях желательно подкармливать. В заповеднике делается это только на центральной усадьбе. Внутри леса птиц и других животных никто не кормит, потому что заповедник – это строго охраняемая природная территория, где мы имеем дело с естественными процессами без влияния человека. То есть, опять же, не только негативного, но и позитивного. То есть мы не имеем права включаться в экосистемные какие-то процессы и увеличивать кормовую базу. Тогда у нас увеличится количество птиц, например, которых мы подкармливали зимой, и это может как-то изменить баланс птиц, которые в дальнейшем, уже ближе к гнездовому периоду. Поэтому здесь нам нельзя подкармливать птиц в заповеднике, чтобы не исказить естественные данные. И численность птиц зависела от других, от общих природных факторов, а не только от человеческих. Я лично волнуюсь за птиц. В этом году очень морозная зима была. Им хватило еды? Ну, кому-то хватило, кому-то нет. То есть борьба за выживание все-таки. Ну, конечно, конечно, да. То есть почему птиц важно подкармливать зимой? Потому что, то есть холода не столь страшны птицам, потому что они очень теплые. У них температура тела больше 40 градусов, и, в общем-то, им жарко все время. И даже в минус 25. В минус 25. Их температура не зависит от температуры окружающей среды. То есть они теплокровные. Наши тоже, собственно. Главное, пуховик потеплее деть. Но, значит, как выработать такое количество тепла? Нужно покушать плотно. Если ты голодный, вышел в минус 25, то ты гораздо более, с большей вероятностью замерзнешь, чем если ты перед этим хорошо покушал. Поэтому птичкам важно в течение всего зимнего дня, он короткий, да, и приходится очень много напрягаться и кушать, 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 кушать. А вообще какие птицы у нас остаются на зимовку в заповеднике? Сколько это видов? Ну, в целом... Сколько видов? Опять мой нелюбимый вопрос. Да, про количество. Значит, порядка 60-70 видов. Получается третья часть, если в процентном соотношении третья часть. Есть регулярно зимующие птички, к ним относятся врановые птицы, то есть родственники ворон, сороки, сойки, кедровки и ряд других. Есть синицы, тоже все наши виды синицы, они остаются зимовать у нас. Есть поползни, все дятлы, кроме такого, не совсем дятла, такая есть птичка вертишейка, она улетает, все остальные дятлы остаются у нас на зимовку. Хищные птицы, очень многие хищные остаются на зимовку и питаются как оставшимися маленькими птичками, оставшимися на зимовку, так и мышевидными грузунами, которых они ловко вылавливают из-под снега. Вот, и, наверное, куриные еще, куриные птицы, курообразные, это для открытых местностей, это куропатки серые, для лесных территорий это глухари и рябчики. А вот может ли теплая зима, вот плюсовая температура, вот тут прошлые зимы у нас были достаточно теплые, мотивировать птиц, в общем-то, полентяйничать и никуда не лететь? Да, это регулярно встречается, да, например, такие виды, как черный дрозд или зарянка, иногда остаются зимовать, хотя в норме они должны улетать. То есть они чувствуют именно температурный режим? Да, да. То есть они каким-то образом могут даже прогнозировать погоду и как-то вот они узнают, догадываются, что зима будет теплая, либо это связано каким-то, нам кажется, что они прогнозируют, но в любом случае они могут оставаться на зимовку по независимым, вроде как, от нас причинам. Вот, и, да. А прогнозировать весну птицы могут? Да, вот как раз точно прогнозировать весну они могут, потому что птицы... Ну не только грачи, да, мы все помним со школьных времен, грачи прилетели, все, все птицы... Все птицы умеют прогнозировать весну по одному простому признаку, это длина светового дня. То есть у них гормональная вся, весь гормональный фон у птицы, он очень сильно зависит от длины светового дня. То есть когда свет начинает, световой день начинает увеличиваться, птички начинают чувствовать весной, начинают петь. То есть сейчас запели уже почти все синицы наши, и это случилось где-то в конце января, в начале февраля. То есть скоро будет тепло, да? Вы хотите меня порадовать? Не обязательно должно быть тепло, просто начинают больше случаться солнечных дней. Сам день удлиняется, и это стимулирует птиц начать петь, потому что близится весна, и они должны подготовиться уже и морально, и физически к гнездовому периоду. Но есть же птицы, которые круглый год поют? Нет, практически таких нет. Есть исключение, ну скажем так, не исключение, регулярное такое явление, как осеннее пение. Потому что по числу часов у нас осенние дни, они примерно равны весенним. И у птичек начинается небольшой сбой в биохимии, и им кажется, что вроде весна, но на самом деле осень. И в эти моменты у них начинает проявляться вот эта песенная активность. Ну смотрите, если птица живет дома в домашних условиях клетки, да, канарей, кощуго, они же поют круглый год. В домашних условиях очень сильно сбиваются ритмы биологические. Потому что, ну опять же, да, и люди, которые занимаются профессионально содержанием, скажем так, птиц в неволе, они для того, чтобы стимулировать пение, они как раз могут подсвечивать лампой птичек. Лишние там 2-3 часа, и тогда птичка начинает, причем не просто лампы, обычно там еще ультрафиолетовый спектр добавляется, чтобы именно вот птичку как бы немножко взбодрить, и она, отреагировав на это, начала бы активнее петь. А так вообще сильно сбивается, конечно, ритм, и то, что происходит с домашними птицами, это не то, что происходит с дикими птицами. Но вы болезненно реагируете, наверное, когда говорят, птица в клетке. Нет, нет, спокойно, абсолютно. Мало на что болезненно реагирую. Дело в том, что если птица в клетке, ну, конечно, хочет, чтобы она содержалась в нормальных условиях, а так это один из способов их охраны и реабилитации, и размножения, скажем, редких видов. Поэтому птица в неволе, это нормально, если мы к ней относимся по-человечески. Я, кстати, забыла вас спросить касаемо пения. Вот с какой секунды вы узнаете, какая-то птица поет? Сколько нужно времени? Две, три? Ну, как я могу сказать? Они же все по-разному, разные звуки. Вот нам, обывателям, кажется, что все очень похоже. Это без тренировки. То есть стоит месяц, два, три походить с орнитологом, который будет вас заставлять узнавать птицы, вы научитесь, я почти уверен, 100%, вы научитесь определять, ну, по крайней мере, базовый набор наших птичьих, видов 50 точно. А со скольки, я узнаю эту птицу там с трех нот. Вот, ну, бывают птицы, которых, да, действительно с одной ноты ты узнаешь. Потому что ты к ним привык, их много, ты выучил уже все их звуки. Даже не то, что выучил, ты просто привык к ним. А есть птички, допустим, редкие виды, которых ты держишь как бы на подкорке, представляешь, где они могут быть встречены, представляешь, как они выглядят, конечно же. Но звуки иногда могут быть для тебя незнакомы, поэтому встреча с редкими видами, она иногда, ну, заставляет задуматься. Но обычно для опытного орнитолога все равно разгадка, она так или иначе случается. Самый усердный певец? Самый заливистый? Ух, да вы знаете, если весна, то они все усердные. Все стараются. То есть самцы просто не могут ввиду своего гормонального фона не петь весной. То есть их так прям вот распирает, что они поют, поют, поют. Есть птицы, которые не замолкают даже на ночь. То есть у них есть короткий перерыв на час-два. То есть это те же зарянки, дрозды некоторые, соловьи. Но при этом у них такой довольно расслабленный период, это в светлое время суток. То есть сумерки утренние, сумерки вечерние, ночь, предрассветные сумерки, вот это их время. А днем они тоже могут петь, но так менее активно. Есть в заповеднике птицы-одиночки. Мы привыкли слышать, что птицы стайные, а вот одиночки. Кто не любит общество, собратьев, да? И потом поведение меняется в зависимости от сезона. То есть если большую часть года птицы живут, ну скажем так, они не одиночки. В гнездовой период практически нет птиц-одиночек. Как правило, самец помогает самке в воспитании потомства. Ну, бывает исключение как со стороны самцов, так и со стороны самок. Аномалии, да. Так, в общем-то, хорошие родители. Бывают птицы, которые, да, скажем, самки некоторых северных видов куликов, они просто откладывают яйца самцу в подарок, да, и дальше самец воспитывает детей. Хотел получать. Да, да, и самки при этом улетают на юг сразу же, на курорт куда-нибудь. Хорошая жизнь. Неплохо приспособились, да. Вот. Но у нас в большинстве случаев птицы занимаются парным выведением потомства. И случаются разные варианты, да. То есть бывает так, что и самец, и самка насиживает. Бывает так, что столько самка насиживает. Самец в это время поет на территории, то есть охраняет территорию. Когда появляются птенцы, он тоже включается в добывание корма и кормление птенцов. То есть по-разному. Бывает так, что, ну, некоторые виды вводят там самки одни. Только выводки. Например, у лухарей и тетеревов. Там занимаются в основном воспитанием детей самки. У всех же разные какие-то повадки вообще, привычки. Вот какой вид вас особенно удивляет? Ну, вот так они смешные, может быть, какие-то. Вы знаете, вот этот вопрос я регулярно для себя слышу и не могу на него ответить. Потому что, ну, в принципе, они все удивительные, интересные создания. И мне, как исследователю, как натуралисту, больше всего нравится именно наблюдать их изменение видового состава. То есть как они распределены по местности, по различным местам обитаниям, по биотопам. Какие новые виды у нас появляются, какие виды исчезают с нашей территории. И такие вот более экологические вещи мне всегда были интересны. А конкретно прям каких-то любимчиков у меня нет. Мне нравится, когда в лесу не одна птица поет, а хор птиц. И я в этом хоре как раз вот нахожу, в этом разнообразии нахожу наибольшее, ну, так сказать, для себя, что ли, удовольствие и удовлетворение. Кто навсегда покинул заповедник? Ну, мы так не можем сказать. Нет такого вида, да? Пожалуй, нет. Потому что есть всякие варианты, что вид исчез на 100 лет, вид исчез на 200 лет. То есть если он окончательно не вымер в природе вообще в целом, то есть шанс, что сложатся такие условия, что в заповедник этот вид может вернуться. И не только в заповедник. В принципе, на любую территорию. Ну, а так, чтобы все надоело, меняем заповедник. Нет, 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 так не работает. То есть все птички распределяются по уместности в зависимости от наличия ресурсов. То есть какие ресурсы? Прежде всего это место обитания подходящие и ресурсы кормовые. И также важно для некоторых видов какой-нибудь фактор беспокойства, например, со стороны человека или домашних животных, или сельского хозяйства. То есть кому-то это нравится, а кто-то этого не выносит. Илья, так какую научную деятельность вот сейчас вы как орнитолог ведете в заповеднике? Есть какие-то исследования, работы? Конечно. В основном это исследования мониторинговые. То есть мониторинг — это регулярное наблюдение. И все это привязано к ведению летописи природы. Потому что все заповедники, они в обязательном порядке ведут летопись природы. Это такая книжечка, которая ежегодно... Труд, который каждый заповедник должен издавать, отчитываться им в конце года. Жалко, что там нет только фотографий. Потому что там один только текст. Ну, потому что в основном летопись природы — это документация. Понятно, что есть фотодокументация. Да, я понимаю, что научный труд, да. Ну, в научном труде тоже используются фотографии. В общем, введите, пожалуйста, для нас. Хорошо. У нас стараются наши экопросвещения. И всех радуют фотографиями на сайте и в телеграмме, в соцсетях. Так вот, значит, исследования в основном связаны с мониторингом. То есть долговременными наблюдениями за птицами. Что это нам дает? Это нам дает динамику. То есть как видовой состав изменяется и как изменяется численность птиц в течение многих-многих лет. То есть у нас мониторинг начался примерно в 80-е годы, именно птиц. Такой регулярный. И у нас есть тренды. Мы понимаем, какие виды у нас уменьшают численность, какие виды увеличивают численность, как это связано с погодными условиями. Меня, я повторюсь, в большей степени интересует именно видовой состав. То есть биологическое разнообразие. Как у нас биологическое разнообразие изменяется с взрослением нашего леса, с изменением окружающей обстановки вокруг заповедника. Потому что я более широко смотрю на видовой состав и изучаю и пущинскую сторону, и вокруг заповедника, и вблизи Серпухова. И такой фунистический это называется. Изучение фунистического состава. То есть изучение биологического разнообразия этой группы. Ну вот большие перемены с 80-х годов, с момента начала изучения птиц. С 70-х? Да. Есть заметные изменения по некоторым видам. И, к сожалению, численность некоторых видов, даже не некоторых, довольно большого количества видов, она снижается. Но это общемировая тенденция. С 60-х, 50-х, 60-х годов европейские исследователи, они тоже заметили тенденцию к снижению ряда даже обычных видов. То есть у нас увеличивается количество синантропных видов, то есть это виды, которые живут рядом с человеком. И то не всех, потому что все время меня мучают вопросом, а что происходит с воробьем? Потому что вроде как он начал уменьшаться. А что с ним? Серьезно? Количество, да, действительно численность домового воробья... Зато голубей как много. Количество домового воробья начало уменьшаться за последние примерно 20 лет. Это связывает с... Хищник какой-то появился? Нет, с оккультуриванием газонов. Слишком регулярным кошением газонов как раз в гнездовой период, когда птички должны собирать личинок, гусениц, насекомых и прочих организмов. А в это время все очень скашивается. Плюс еще, по всей видимости, увеличение количества химикатов каких-то. Возможно, это связано еще с тем, что дороги регулярно стали поливать реагентами. То есть, опять же, комплекс причин, которые не всегда очевидны. С другой стороны, у нас, например, увеличилось количество редкой длиннохвостой неяски, о которой я уже говорил. Она неожиданно начала появляться в наших лесах, независимо от того, что происходит в городах. И численность ее, наоборот, растет. То есть, обычный вид домовый воробей начинает исчезать, а при этом редкая, интересная сова начинает увеличивать свою численность. Что ж, скоро в лужах воробьи не будут купаться, да? Будет купаться полевой воробей, который не уменьшает свою численность. То есть, у нас два вида воробьев. А внешние они отличаются? Конечно, отличаются, да. Илья, спасибо вам большое за сегодняшнее интервью. И вам спасибо. И мне тоже было очень интересно. Очень много информации. Хочется весной в заповедник, чтобы вы научили прислушиваться к пению птиц, различать, кто как поет. Приезжайте обязательно. Договорились. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»